Дима, расскажи, пожалуйста, вот как делаешь подмены в таком большом аквариуме и по сколько литров сливаешь? И как? Вёдрами, там, шлангом? Честно сказать, здесь у меня подмена проходит гораздо быстрее, чем когда у меня был 200-литровый аквариум. Вот так вот. Опять же, каким-то опытом поделился Лёха, к чему-то пришёл сам. Там, как было у меня с 200-литровым аквариумом, я набирал вёдра, они у меня стояли под столом, неделю они отстаивались. Потом я там начал смотреть один канал, другой, общаться с людьми, задавать такие же вопросы. А он мне говорит, а как ты мне представляешь, там, у меня там, ну, допустим, на каком-то там, несколько аквариумов, там, разводни, там, пускай там не такие большие, у меня знакомый, да, там есть, он разводит скалярию. У него штук, наверное, 10 аквариумов по 300 литров. Вот он говорит, а как ты мне представляешь отстоять стока воды? Я говорю, так а как быть? Он говорит, скрана ли? А как вот это всё там, подстаивание, фильтрация от этих хлор? Ну, как люди говорят, знающие, во-первых, сейчас не хлорируют так в воду, как хлорировали раньше. Сейчас какие-то у них другие методы. Плюс там этот хлор выветривается быстро. Плюс на таком объёме там это там не сильно будет заметно. Плюс это не травник, это там для травников может быть вредно. Ну, короче, перестал я заниматься этой фигнёй. Плюс кум подсказал мне вот такую вещь. Называется шланг. Называется шланг. Вот такой момент. Делается обычный переходничок. Вот угольничек. Вот, я не сантехник, штуцер или как он там называется. Да, штуцер. С одной стороны под шланг. Ну, в идеале тут, конечно, хомутик ставить. И в кран. В кран. Везьба. Всё, в краник вкрутил. Это у тебя какого диаметра шланг и этот? Какого это диаметра? Плюс-минус 20. Плюс-минус 20. Честно, не заморачивался, пришёл на взгляд. А эта часть, это я сам придумал, как бы, ну, додумал. Это, по-моему, от внешника, это 100% от внешника, я не помню, какая фирма. То ли джибелевские внешники, то ли эти и хаймовские. Айхам. Ну, не важно. Ну, да, не стоит важно, а главное перелив от этого. Да. Я его закидываю прям. Давай так встану. Прямо сюда закидываю. Вот он у меня так висит. И я высчитал, что плюс-минус как раз вот этот уровень, это мой объём, который я меняю. Ну, это, грубо говоря, половина, да? Ну, с крупной рыбой, как бы, это может даже и мало кто-то скажет. Это как часто? Раз в неделю. Раз в неделю. Вот, суббота-воскресенье, в зависимости от загруженности, у меня каждую неделю подмена. И я накинул этим концом. Угу. Она слилась. Размотал в унитаз, она слилась. Не доставая вот этот переходник. Прикрутил? Прикрутил. Обратным током вода зашла сюда. Вообще, по красоте, сколько по времени это занимает? Ну, минут сорок. Это слить-залить. Угу. Ну, водичка сразу с крана, и ты её горячее с холодной смешишь? Да, делаю к комнатной температуре, ну, чтобы руке было комфортно. Ну, может, там, градус-два, там, чтобы... Ну, понятно. Да, там, смешает, а там, остынет, как бы. Не стою с термометром или с этим, как сейчас, модно, в супермаркетах с пистолетом. Не ловлю эти градусы. Всё, как бы, элементарно, всё просто. Уже много лет, да, так практикуешь? Ну, сколько получается? Четыре года. Угу. Ну, несчастных случаев не было, ничего не было. Ну, по крайней мере, после подмен точно нет. После подмены сразу рыба оживает, начинаются движения, кто-то там начинает брачные игры, кто-то просто кайфует. Ну, как-то так. Это то, что касается подмены. Я ещё хотел спросить про кондиционеры и, там, всякие препараты. Вот что-то такое употребляешь? Вася, вот хочешь верь, хочешь нет. Вот сколько лет занимаюсь, никакой такой химией ни разу не пользовался. Не всё чудненько. Да, единственное, пользовался при лечении манки, вот именно препаратами. А так, абсолютно, ни КУМ не пользуется, ни я не пользуюсь, ну, не знаю. Это же хорошо, это наоборот, ну, супер, чем меньше всего. Просто ты посчитай, допустим, мой объём, не говоря уже за лёгким. Да. Сколько сюда надо влить этого кондиционера. Ну, как видите, рыба плавает, рыба... Рыба живая, здоровая. Да, активная, упитанная. Теперь, вот, я думаю, что хотелось бы узнать мне и зрителям, что тут с освещением. В самом аквариуме? Да, в самом аквариуме. Интересно, что есть, чем освещается. И сразу расскажи, пожалуйста, про то, сколько светит фитофильтр в сутки, и сколько в аквариуме, одинаково, нет, одинаково, сколько в аквариуме. Фитофильтр и аквариум запитаны на один таймер. Когда-то я там игрался, у меня было два таймера. Ну, такой балансон, типа, знаешь, как плавный там рассвет, закат. Ну, надо это специальную лампу, где-то программно, где оно там постепенно, там закат, солнце, потом там оно в зените, и потом на упадок идет, там, восход, закат. Вот тут у меня все гораздо проще. Вот там розетка, которая, колодка, в нее все включено, кроме одной, которая просто как сама по себе. И все включается у меня в 7 утра, ну, как подъем, да, как своего рода будильник, кроме воскресенья. Воскресенье включается в 8 утра. На часик больше поспать. Хотя, если хочется спать, ты его не видишь. Кому интересно, да, или там кто, аквариум стоит в комнате, в которой мы спим. То есть, у нее вот эти шумы, ничего, не это вообще не беспокоит. Это так, к слову. Ну, да, это, кстати, хорошее. По-любому спросят, такой вопрос однозначно зададут. Хорошо, что ты его звучал. Спариума до спального места, ну, сколько тут? Ну, не так далеко. Ну, 2,5 метра. Ну, да, да. Вот. Собственно, какой свет? По фитофильтру я рассказал. Здесь... Подожди, мы его в 7 часов включили. А, в 7 он включается, да. И в 10 выключается. Целый день светит. Целый день светит. Это больше нужно не так для рыбы, как для растений. И кто-то скажет, там, это сколько же оно там наматывает. Ну, да. Ну, скажу вам честно, вот с фитофильтром наматывает, но гривень, так, чтобы не соврать, там, плюс-минус на 150 больше, чем без него. Угу. Ну, вы посчитайте, там, кто курит, там, я не курю. Угу. Кто там пьет каждый день пиво, сколько этот человек тратит каждый день. Да, свои. Я компенсирую вот этим. Там, 150-200 гривен в месяц я могу пожертвовать на фитофильтр, на освещение. Подорожает свет, может быть, что-то буду мудрить. Может, буду искать каких-то там электриков, чтобы меня там что-то скрутили. Может, буду там что-то глушить. Может, вообще буду убирать. Солнечные батареи, там, солнечные. Ну, это где-то сильно жирно. Вот. На данный момент вот так. Вот. И в 10 у нас он выключается, как бы, да. В 10 мы уже, там, готовимся ко сну. Там, просмотр. Телепередач. Да. Вот целый день у нас светит. Нету, вот там, кто-то может спросит. Если бы оно все светило сюда, то, естественно, были бы какие-то обрастания, там, какие-то водоросли. Водоросли, да. Сюда светит всего-навсего одна десятка. Вот эта, которая... Ленинская. Да. Она вот живет своей жизнью. Угу. Вот. Можешь показать без нее. Она служит у меня как дополнительно. Она немножко лучше подсвечивает рыбу. Да, да. Это такой момент чисто эстетический. И она у меня служит для того, когда вот в 10 свет выключился, а я еще не готов, допустим, принять горизонтальное положение. Еще душа обожает себя. Ну, что-то там белое, что-то там чайок пью, там, или еще что-то. Я просто включаю вот этот и все. Когда я уезжаю, допустим, я могу выключить и вот этот. Рыбе хватит вполне света, который попадает в светофильтр. Угу. Тоже. Вот, может быть, кто-то задаст этот вопрос. Почему он не лежит на стекле, а почему вот так? Подвешен, да. Это было тоже опытным путем. Я не знаю, передаст камера или нет. Обрати внимание, вот блики. Видно, нет? Подно? Да. Ну, ребят, я не знаю, вам видно или нет. Ну, немного видно. Да, видно. Вот. Если положить вот этот прожектор на стекло, бликов не будет. Ух ты. Прожектор обычный, холодный, 10 ватт, обычная айпишка. Угу. Он играет роль такой вот, типа, подсветки. А вот эти блики, они вот, кто нырял с маской. Да, да. Вот, как максимально приближенно к естественному. Угу. Вот. Вот я пробовал, игрался с высотой. Угу. А обнаружил я это во время подмены. Ага. Он лежал на стекле. И когда уровень воды упал, когда вода слилась, я смотрю, бликует. По мере наполнения вода поднялась, все, бликов нет. Вот сейчас я вижу блики. Я поднял прожектор и пошли блики. Вообще, сейчас я вижу по дну блики. Классно видно. Ну, а это уже тоже как по желанию. Ну, так как мы сейчас в процессе съемки. Ну, да, да. Я его включу. Я думаю, что теперь можно поговорить и о декорациях, которые в аквариуме. Сразу можем и о грунте поговорить, расскажешь, что здесь. Песок речной. Покупался он, я когда-то держал геофагусов. Ну, как, не просто речной, пошел, набрал и с речки. Ну, да. Это он просеянный. Фракция, по-моему, 0,4-0,8. Приблизительно так, я уже точно не помню. Но покупался для геофагусов. Кто знает такую рыбу, это рыба, она дословно переводится землеед, а не песок фильтруют через жабры. Тем самым чистое дно, плюс песок постоянно как бы чистится. Покупал я его, тоже был один магазин хороший, но, к сожалению, не выдержал реальных жестоких условий. То есть, это не просто с речки, это в упаковках он был. Чтобы вы не думали, что это так. Камни, это, опять-таки, Карпатский базальт Дмитрия Аквакамня. Это не реклама, это просто как бы там, где покупал. У него покупал и Леха, и я покупал, и мы советуем всем нашим знакомым. Отличный парень, постоянным клиентом делает скидку, доброжелательный, как бы всегда подскажет, поможет. Ну, и цены у него адекватные. И на канале вы неоднократно видели, у меня тоже его камни. Опять же говорю, это не реклама, это не проплачено, просто как отзыв покупателя. Коряги. Коряги год назад, во время карантина, кто смотрит вас, тот знает. Мы ездили в пригород Харькова. Целая у нас экспедиция. Да, ребят, там есть видео, можете зайти посмотреть, для тех, кто не в курсе, как пиляли это. Пиляли, а как мы их нашли? Карантин, дома башня едет. Что делать? Кум говорит, поехали хоть пудочки позабрасываем. Приехали чисто так. Порыбачили. Даже еще не сезон был. Даже ни одной поклевки не было. Просто посидеть, мыслями чуть-чуть голову проветрить. И такие сидим, такие. Я пошел там что-то, смотрю, коряга. Нифига себе, позвал Леху туда-сюда. Пошли по берегу, походили, все. Надо. Загорелись. Короче, нашли бензопилу. Туда-сюда. Это вообще история с бензопилой. Да, позвали Васю, в общем. И поехали Васе делать контент, а нам пилять коряги. Ну, чтобы-то напилено было много. Часть была продана. Окупились расходы на топливо, на ремонт бензопилы. Там цепь потом лопнула. А часть осталась... Смотри, какие шикарные коряги, ребят. Видите? Это все собственными руками дима-дьявол. Посмотрите. Это дерево какое? Это дуб топляк. Топляк? Топляк. Ну, затопленный. Который пролежал. Вот это все корни монстеры. Как в дикой природе. Видите, ребят, где? Тут еще маленькие, поскольку... Она только разделена. И диффенбахья, кстати, корнями в воду сидит. Она не посажена. И кто скажет, она пропадет. Тут на ней уже раз, два, три новых листочка. Коряги ты же не закреплял ничем? Коряги... Сейчас я вернусь к этому. Посыпятся вопросы, как подготовить. Как там... По-любому. Достали. Посмотрите видео, как мы их доставали. Порезали все, подогнали. Как подгонялось. Ну, такой полезный совет. Не лайфхак. Просто полезный совет. Взяли кусок обоины. Нарисовали, вымеряли... Ну, нарисовали размеры аквариума. И поставили к стене, 90 градусов, вот угол. И плюс-минус подгоняли, как он будет стоять по параметрам аквариума. По размерам. Одну, вторую, третью. Потом уже были там небольшие доработки по месту. Но, в принципе, вот как... Самый первый размер. Да. По шаблону практически все идеально стало. Одну я, по-моему, подрезал. А те две стали четко. Одну мы там... И то, почему? Потому что в момент, когда мы это все делали, не учли переливную колонку. Ага. Ну да. И только поэтому. А так вот, предварительно, как мы подрезали, четко так и стало. По поводу, как я их обрабатывал. Опять же, в какую кастрюлю ты засунешь такую корейку? Ну, конечно. И... И в ванну не везти. И в ванну ничего. И вот за все свое, скажем так, пользование, за все свое опыт в аквариумистике, я вываривал только одну корягу. Первую? Самую первую. Когда я это сделал, я понял, что это лишнее. Не надо, да? Потом я делал эксперименты. Просто взял корягу. Ну, допустим, вот эти. Почухал ее щеткой по металлу. Не было трухлявости, там, какие-то там грязь какая-то. Я ее вычухал. Все три. Положил в багажник. Поехал на автомойку самообслуживания. Керхером хорошо помыл. Выбор всю грязь под давлением. Это там по деньгам стоило, там, ну, копейки. Все. Просто, как бы, вода стекла. Ну, без химии. Просто водой. Без химии. Вода стекла привез домой. Сразу туда. Естественно, они не утонули сразу. Вот. Эта коряга утонула примерно где-то месяца через полтора. А эти где-то по два. То есть, они были притоплены, стояли тут с пенопласта, были распорки. Когда они уже утонули, уже все. Дополнительный крепеж какой. Тоже, как бы, полезный совет. Да, да, нужен. Обязательно. Вот эти классные Атмановские головки вот эти. Да, да. На них есть липучки. Да, присоски эти, да. Присоски. И, допустим, они продаются отдельно. Они стоят тоже копейки. Обычным саморезом к обратной стороне прикрутил. Вообще классно. И на стекло. Очень полезный совет. И поверьте мне, ее не так-то просто оторвать. Нет, такая рыба, конечно, его отрывает. Когда у них тут какая-то возня идет, там, брачные танцы или там, кормежка, то он может заплыть под корягу, там, дернуться, там, если они камни двигают. Ну, да. А если держать, там, ну, соразмерно, там, ну, небольшую, скажем так, рыбу, то никуда они не денутся. Вот они уже год почти стоят, как бы, все как есть. На данный момент с корягами я больше никаких действий не расстоят, все отлично, куда они двигаются. До этого у меня была коряга тоже, когда у меня были геофагусы и скалярии, у меня была коряга из корня вишни. С ней тоже там такая история, как бы, ну, походу вся аквариумистика, это какие-то истории. В общем, был я на своей исторической родине в Изюме, еду, а там на одной из улиц проводят то ли воду, то ли газ, тянут линию там в пригороде. И я смотрю, такие повыкапывали деревья, там, корни, и мне так корень один понравился. Если у меня осталась фотография, дядя Вася приложит ее, посмотрите. Прям вот такие, они такие, лучи были от этого корня, корень вишни. Я вот в багажник всю приезжаю домой, все там за голову и залезли, ну, типа, Дима, как всегда. Я его вычухал, там, он у меня лето в чане, там, в Изюме вымачивался. Вот, что я хотел сказать, вот, по поводу коры. Где кора отошла и отпала, я ее убрал, где кора осталась, я ее оставил. Я не заморачивался. Было много эльсамов, ну, простым языком анциструсов. Они с таким удовольствием точили, тем более, вишня, она мягкая, это не дуб. От дуба, он видно, следы анциструсов. Там остается, да? Да, вот, такие, скажем так, они плодные, как ушата ихние. А вишня, она мягкая, его просто сдувало, его не видно было. И эту корягу так обточили. Так пора носить. Да, вот эта вся кора, она была такая, блин, аж как будто отполирована. Ну, кора, естественно смотрелась. И такой тоже маленький полезный совет, кто будет делать корягу. Любую. Края не запиливайте, вот, с пилой, не запиливайте. Сломайте, сделайте так, чтобы оно было естественно. А когда такой тупо срез, да, вот такой ствол, такой срез. Ну, как-то старайтесь сделать более природным, оно более красиво. И вот, и, короче, эта коряга была с корой, со всеми делами. И просто, когда я уже переходил на эту рыбу, я ее выставил на ОВХ, буквально там за несколько дней она у меня там улетела. Ну, у меня там и цена была символическая. Ну, просто вот за подготовку. Я тоже ее не вываривал, никакой соли, химии. Просто она вымочилась у меня в чане, потом я ее привез на мойке, с керхера оббил и тоже поместил. Где-то фотографии будут этой коряги. А грибком там ничем потом не покрываются коряги? Если есть антистрозы, то у тебя никакой слизи никогда не будет. Для них это как наркотик, как лакомство, они его все объедают. Понятно. Еще я, по-моему, не спросил, сколько сюда ушло песка? Песка было куплено килограмм, наверное, около 50. Но у меня в гараже стоит ведро, и где-то около половины там осталось. Потому что если высыпать все 50 сюда, ну, скажем так, в районе 25 килограмм, в мешке было 25 килограмм, я покупал два мешка. Вот почему так я четко тебе говорю. Ну да, да. Я сначала высыпал всю. Получился очень большой слой. Почему высыпал всю? Я находил в интернете калькулятор толщины грунта. Да, есть такие. Ну, калькулятор тот больше подходит для травников. Для таких аквариумов получилось много песка, и самый нижний песок, опять же, несмотря на то, что были геофагусы, они-то в верхний слой. И нижний стал как бы, ну, не то чтобы закисать, но видно было, что он лежит и что он не движется. Уже там собиралось все. И даже некоторая рыба начала, по-моему, проявляться там вот, ну, скажем так, признаки того, что баланс нарушенный. Там у кого-то язвочка вылезла, кто-то там, все что-то. Я взял половину, убрал. Да, сразу, конечно, ощутимо заметно, сразу меньше песка. Вроде бы там рыба, когда начинает какое-то движение, там промойно получилось, там. Но перестану, ну, вот этот песок сразу стал чистый. Если тот песок, он даже чуть-чуть свет меняет, который слеживается, он так темнеет, то тут сразу стал чистый песок. И буквально там одна-две подмены, и вся рыба как бы все зажило без каких-то химий, без какого-то вмешательства. Просто уменьшил количество песка. Вот так вот. И этот песок у меня просто стоит в гараже теперь, знаешь, как, но все равно в процессе там фильтр что-то подсосал, когда-то там что-то делаешь. Да, бывает там, ну, банку там могу посыпать. Будет вопрос, я думаю, кто-то задаст или кто-то подумает, но не задаст, в сифонию ли я песок или нет. В песок я не сифонию. У меня есть вот такая штучка. Волшебная. Да, обычная канализационная труба и детские грабельки. И я его, когда, потому что бывает, вот у Астрики, вот тоже кто-то может задать вопрос, почему тут прячется. Я так подозреваю, что эта самка, эта пара начала только формироваться, и вот у них недавно были брачные игры. И вот здесь вот они весь песок вымыли до дна, песка не было. Вот эти моногуанцы, они в основном любят под корягой быть. Они там вымывают песок. Бывают тут куча, а тут нету. И раз в неделю при подмене, вот бывает, если есть время, просто взял, разровнял, и все. Сифонки нет никакой. Ну, он и так переколошмативается. У тебя плюс еще правильно настроено течение. Оно все уходит. Благодаря течению. Иван, скажи, пожалуйста, что тут у тебя вообще? Были растения? Сейчас я вижу, что их нету. Может, какие-то были их съели? Ну, с крупной рыбой это практически нереально. Плюс, допустим, астрики не едят растения, но они их калечат. Просто подплыл, оторвал, плюнул и подплыл дальше. Такие, как анубиаз, да, могут оторвать? Когда у меня, ну, на ранних стадиях, там, да, были у меня аквариумы и с живыми растениями. Кстати, вот, по поводу живых растений, по поводу, там, вот, недавно нашел такую книжку, аквариумы, водные растения. И, как бы, вспомнилась одна история по поводу этой книжки. Эту книжку я взял в библиотеке, будучи еще, наверное, в классе, там, плюс-минус втором, третьем. Антонина Петровна, если вы меня смотрите, смотрите, дядя Василий, это я. Как-нибудь буду в ваших краях вернуть. Ну, взял в библиотеке книгу, да, и так вот зачитался, увлекся, и все. И, как бы, с детства, ну, нехороший поступок, ну, факт остается факт. Ну, признал, извинился и готов вернуть. Да, и чисто случайно недавно я нашел, вот. Может, там неправильно что-то было написано, что у тебя теперь нет растений в аквариуме? Ну, в общем, вот. Были и в этом аквариуме растения. Были, пробовал криптокорина, ну, криптокорине нужен грунт. Пески она не смогла. Может быть, как-то-то попробовать вабиксу эту, вабикусу. Вабикусу? И это травоедная цихлида. То есть у меня были шикарные корни с одной и с другой стороны, которые росли там на протяжении нескольких лет. У меня были эти анубиасы. И завел я, по-моему, там штучек шесть или пять было. Они вот такие, мальки я их взял. Они потом, конечно, выросли, там, по 20 с лишним сантиметров. Но взял я их в размере там около пяти. И вот пять или шесть штучек за две недели мне подстригли все. Обалдеть. Начиная от корней Монстеры и заканчивая анубиасами. Вот это да. Да. Если, допустим, я когда-то там вернусь к тем же Геофаусам, там тоже там на данный момент мне нравятся Скалярия и Рио-Нанай, то, конечно, да, я посажу сюда анубиасы. Но опять же, в аквариумах, у которых есть фитофильтр, он тянет. Он, да, он же много вытягивает. Он тянет. То нужно будет добавлять удобрения. Сейчас я никакими удобрениями не пользуюсь. Хватает то, что рыбы производят. Рыба крупная. Если будет рыба мелкая, и, допустим, тот же анубиас, ему будет не хватать. Тогда уже нужно будет носить там какие-то калии, магний, там какое-то железо, смотря какие растения. Это надо вникать. Не скажу, что это очень сложно, но на данном этапе мне это неинтересно, я не заморачиваюсь. В любом случае требует времени изучения и небольшого опыта, чтобы набраться с ними. Просто на данный момент у меня немножко перемены в трудовой деятельности, поэтому не так много свободного времени. Ну, как я не оттягивал, как я не старался, но мы все равно подошли к нашему главному, наверное, это населению аквариума. Это твои любимцы. Расскажи, кто это, как они попали, возможно, какой их возраст, и чем тебя зацепили. Вот почему их содержишь? Может, польза, может, внешний вид? Ну, да, это такой один из основных вопросов. Начнем, наверное, с самых доложителей. Давай. Это вот эти два таракашки. Ребята, кто не знает, это таракатмы. Ну, таракашки, это так, их... На сленге. Да, сленг. У них размер, ну, вот, ладонь. Ну, они достаточно такие упитанные, ребята, они большие. Возраст им вот с 15-го года. Это получается почти 6 лет. Покупал я их. Они у меня были как испытатели. Аквариум, да? В тот 200-литровый аквариум. Это были первые рыбы, которые запущены. Это были два летчика испытателя. Там, конечно, методом проб и ошибок там был у рыбы гексаметоз был, и была манка. Ну, в принципе, как у всех. Ну, да, да. Вот они там проходили вместе со всеми курсами реабилитации, и были там у меня там... Что они только не видели. Да, в общем, неправильно было подобрано лекарство, и там почти вся рыба лягла, а они остались. В общем, такие два ветерана. Вот. Многие, многое повидавшие, да? Да. Потом, так, следующее, скажем... Долгожители, да? Следующее, долгожитель, это, наверное... Да, наверное, они потом все плюс-минус... Ну, в одно время. Угу. Начнем... Вот есть тут бражник. Да, вот он там прячется. Ну, покушать он выйдет. Угу. Вообще рыба красивая, но у него есть такой, если так можно сказать, недостаток, он немного пугливый. Да. Почему он один? Я брал... Ну, это не сильно распространенная рыба. Это винная цихлозома, шоколадная цихлозома, цихлозомо-бражник. Это все его названия. Угу. На латыни там вообще такое название, что... Язык поломаешь. Да, я брал их штук пять, наверное. Двое почему-то... Ну, я думаю, из-за того, что они пугливые. Угу. Двое затянулись сразу. Они вот такими и остались. Угу. Я их подарил своему товарищу. Они у него до сих пор вот такими и плавают. Понятно. А эти трое росли, развивались. И в какой-то момент... Ну, опять же, может, это мое упущение. Может, это... Что-то повлияло, какая-то стрессовая ситуация. Двое из них начали болеть. А я этот момент прозевал. Угу. И, в общем, он остался один. И как я не старался. Малышей брать я не хотел. Потому что это... Ну, это неудобство. Это надо ставить еще один аквариум. Это подращивать. Подращивать. И как я там не старался. Там и Леха искал, и я искал. У нас в Харькове есть одного человека. Но он тоже брал их для себя. У него там своя коллекция. Своя банда. Да. Вася к нему никак не попадет. Угу. Это Андрюха на Холодной горе. Андрюха, если смотришь... Да. Я ж в режиме ожидания. Все жду твоего звонка. Вот. И вот поэтому остался один бражничек. Вот. Ну, пока я его и не продаю, и пару не могу найти. В общем, я думаю, была бы у него пара, он бы вел бы себя более активно. Угу. Потом, следующие жители. Вот, астронотусы. Астронотусы, это привозные. Не буду врать, откуда, но, по-моему, откуда-то с Европы. Почему этот сидит там? Угу. У них вот начались брачные игры, этот активно ухаживает. А там активно прячется. Она, чтобы передохнуть, прячется. Настойчивый парень такой. Утром они гуляют, вечером они гуляют. А в течение дня он ей не дает проходу. Она устает от него. И она прячется от него. Это сколько им по возрасту? Около, где-то, год и семь. Вот так. Угу. Это бриллиантовая цихлозома. Какая красивая рыбка. Это самец, это самочка поменьше. У самца он лоб растет. Такая вот, доминант. Угу. Кто помнит, кто смотрит Васю, я как-то задавал вопрос по поводу лечения. Да. Когда они были малышами. Ну, внятных ответов я нигде не нашел. И как бы пришел к тому, что, ну, нашел я такую информацию, что в раннем возрасте они все болеют этим. И вот пока они сидели в маленьком подростнике, у них часто вот эта фигня, там, не вовремя сделал подмену. Или там, допустим, посадил кого-то там еще, скажем так, перенаселение сделал искусственно. Все, у него полезли. Там, поломался обогреватель, температура упала. Полезли эти болячки, папилонки. Угу. Когда их, они подросли, когда я их пересадил сюда, тут постоянный баланс. Пессионовая. Постоянная температура, постоянная подмена. И все, как бы, ну, вот, они тут больше года. Угу. Ни одного раза, ни одной какой-нибудь болячки. Хотя, как пишет интернет, это у них на генном уровне. Угу. Только какой-то сбой, только какой-то стресс. Все, у них это вылазит. И ты ничего с этим не сделаешь. У меня их было, я их брал 6 штучек, малька, в размере полтора сантиметра. Один у меня отошел практически сразу. Он весь оброс этими папилломами. А эти все росли, и сформировалась пара. У них уже был малек, неоднократно, ну, в маленьком аквариуме. В общаке им, конечно, не дают этого сделать. Они там всячески пытаются, там чистят, там готовятся. Брачные танцы у них. Ну, в общаке не получается. Ну, как бы, плавают, то и плавают. Есть еще у меня два самца чернополоски. Он один, а вон там второй выглядывает. Вот эти любят. Вот там спрятался за коряшкой. Брюлечко самка к нему лезет, а он защищает свою территорию. Спросите, почему два самца? Были у них самки. Это тоже, как бы, рыба вся в Центральной Америке. Ну, плюс-минус, там, может, по регионам чуть-чуть. Но с одного биотопа. Были у них самки, и посажены они были для... Ну, может, прозвучит грубо. Но кто держал членополосок, тот знает. Они лупятся в месяц по 3-4 раза. И то есть, как бы, для естественного, знаете, чтобы хищники, хищники, вот этот инстинкт, ну, охотились просто. Как бы, чернополоска, она считается сорная рыба. Ее на всяких там форумах, на всяких там, ну, вот как у нас в Украине OLX, да, объявления там. Ее там за копейки или за даром отдают. На птичном рынке она стоит копейки. Потому что она, ее кинь там, она сама там будет разведется, сама там себе там... И место, и у сна, и она неприхотливая. Абсолютно. Вот из этих соображений мы. Но пока хозяева были маленькие, ну, скажем так, поменьше, то самки плавали. Когда ребята выросли, просто банально они их съели. Потому что самки в два раза меньше самцов. Ну, и как бы подошли мы, это, кто не знает, моногуанская цихлозома. Посмотрите. Или так, цихлида ягуарда, вот смотри, вот зубы видно. Да, зубы видно. Если пальчик вставить, то укусит. Посмотрите, какие мощневые. Смотрите, что значит хищники. Сразу, оп. Все, сразу. И не будет пальца. Сразу рефлексы. Посмотрите. Я наверняка... Вернее, вы наверняка видели, когда Дима вот рассказывал, вот насколько они тут позировали. Да, они узнают хозяина. Они узнают хозяина. Ну, подмена была уже неделя, завтра будет следующая подмена. А если бы... Смотрите, какой брон... Сразу после подмены, там, самец начинает, как свежая вода, самец начинает ухаживать за самкой. Он во всей своей красе растопыривается. Он тут... Вообще такой... Да. Побольше еще, кажется, в размерах, да? Вот его размер около 35 сантиметров. Самка около 30. Тесно или не тесно им, ну, я думаю, литров 100-200 им еще бы не помешало. Но живут, как бы, практически, иногда бражник попадает под раздачу, когда у этих начинаются какие-то пляски. Ну, это потому что он такой спокойный. Хотя он может тоже постоять за себя, он тоже может их отогнать, как бы... А так они никого не трогают. Ну, опять же, они плюс-минус все куплены в одно и то же время. Если астронатусов я покупал в размере 4 сантиметров, этих полтора сантиметра, то монаги покупал я уже... примерно, они были около 10-ти сантиметров. 10, так 12-13. Они были подрощены, но уже было видно, что это пара. Угу. Вот это тоже пара. Еще есть анциструсы, но их не видно. Ну, да, они прессисы по-любому. И есть еще вон, там он... Кто-то там еще прессисы, да? Есть еще два платидороса. Ага, вот, ребята, вот видите, вот, да-да-да. Есть. Которые тоже ночные жители или во время кормежки выходят. Ну, надеемся, что когда будем кормить... Платидороса это отдала соседка, целенаправленно их не покупал. Пришла, говорит, у меня поломался фильтр ради двух сомиков, говорит, я покупать фильтр не хочу, забери, пожалуйста. Ну, как они подходят по биотопу. Ну, кинул их сюда, думаю, ну, будет, съедят-съедят, выживут-выживут. Ну, выжили. Ну, выжили, вот уже скоро год как живут. Хотя, вот, говорят, кольчужные сомы там вот или сомы, да, им пофиг хищники. Поверьте, вот этот парень съел ни одного анциструса. Ничего себе, прокусывают, да? Вообще, он его сначала... Как это все происходит? Он его сначала прокусывает. Почему так? Потому что были печальные, и я видел эти повреждения. Он его прокусывает. А потом, вот, если ты прозевал, допустим, да, смотришь, там половинка лежит уже, там хвостик или там еще что-то. То есть, троих или четверых он схавал. Ну, обалдеть. Вот это да. Хотя, говорят, кольчужные сомы, типа, им пофиг. Ну, да, что панцирь у них и типа нельзя их пропустить. Это вот реально. Жил у меня Птерик, но жил он, он у меня был не смолька, поэтому я думаю, он просто от возраста. Да, Птерику было пофиг. Птерегоплих, кто-то не знает. Птерик был и размером там за 30, ну, я думаю, он просто от возраста уплыл в страну вечного мотыля. Понятно. А кто еще тут был и кто уплыл туда же? Или, может, кого-то поселил сюда и сразу убрал, может, тут что-то? Кого я поселил, сразу убрал, вот прям, чтобы поселил и сразу убрал, таких не было. Угу. Было больше астронотусов. Почему так? Потому что сформировалась какая-то пара, какой-то там где-то, по-любому какой-то отход есть. Ну, однозначно. Было, но в другом аквариуме, в подростнике, больше монага, этих брюлей. Монаги были сразу двое. Кто здесь был еще? Ой, вы знаете, я сразу все… А, уару я отдал, потому что все-таки я их продал в одно место, в Одессу они уехали. Там очень человек хотел их развести. Угу. – Да. – А у них такая челюсть была. Ну, еще меня не всех кусали. И вот по аквариуму занимали уару. – Какие? – А по аквариуму вся вот эта банда. Я убрал вару и все, рыба начала плавать по всему аквариуму. – По всему аквариуму. – По всему аквариуму. – До этой рыбы были, ну, я мелочевку не считаю, из таких более серьезных были геофагусы Вайнмиллера, скалярия обычная, как она там, трехполосая, по-моему, которая более приближенная к более природному виду. – Угу. – Эльсамы были, кто-то был продан, когда переходил на большую рыбу, кто-то был съеден. Ну, в принципе, вот такое население, ну, вот, почти два года, хотелось бы что-то решить с бражником, вот. – Может, у кого-то есть, да? – Или, может быть… – Кому-то нужен. – Вот, он просто нравится моей жене. – Ага. – Поэтому… – То есть, если что, надо делать втихаря? – Не, ну, не втихаря, но согласованно надо это все делать. – Это… – Так что в описании тогда оставлять… – Да нет, я думаю, если он и уедет, то, скорее всего, к Андрюхе. – Ага. – То есть, ты ему уже примерно место нашел? – Ну, или я, может быть, найду ему самку. – А так он… – А Андрюха вообще знает? В курсе? – Нет. – Еще не в курсе? – Да, Андрюха, если смотришь, то ты уже в курсе. – Да, как-то надо выманить еще вот эту самочку. – Да, не хочет. – Ну, может, кушать сейчас. – Да. – Да. – Или тогда выйдет. – Как бы… – По поводу кормежки, вот… – Ладно затронули этот вопрос. – Да. – Кормлю я через день. Когда рыба была маленькая, да, я ее кормил каждый день, два раза в день. – Угу. Сейчас? Через день? – Когда рыба выросла, я кормлю через день. – Один раз, да? – Да. – Утром. – Утром. – Утром. – По совету, скажем так, людей, которые серьезно занимал… – Вот смотри, самец стал в стойку. – Угу. – Угу. – По советам людей, которые держат того же самого Александра Полимонова, лучше кормить утром, чем вечером. – Не буду умничать, не могу объяснить почему, но люди так советуют, да? – Угу. – Ну, может, в процессе, чтоб на ночь не нагружать рыбу, может, аж в процессе дня она плавает, не знаю. Ну, кормлю общим утром, раз в два дня, нету перекорма, вода достаточно свежая, то есть от замены до замены вода не портится. – Ну, отлично. Только применяешь корм, получается, этот, салака, креветка. – Салака, креветка. – Мы еще видели там сухой, это как деликатес. – Да, да. Мидию, мидий давал, подкармливал, когда они были малыши, когда они росли. – Угу. – Вот эти корма, которые вот у меня тут есть. – Вот. – Это, ну, обычные корма для ансиструсов, для самолёв. – Угу. – Это так, подкидывая, хотя им вполне коряль хватает. – Это как конфетки. – А это как деликатес. Плюс он еще имеет красящую функцию. – Это Aller? – Aller Rip. – По-моему, 9 миллиметров плавающий. – Угу. – Он есть тонущий, есть плавающий. – Ага. – Вот. – По совету его применял, ну, приобретал или… – Да, по совету. – По совету у нас на пищем рынке есть такой продавец Вова, и он мне посоветовал. – Ага. – Его берут вот этот корм на большие разводни, там где разводят форель, осетровых. – Угу. – Он как бы подкрашивает красное мясо, да. Вот на этом корме вырос, допустим, этот астрик вырос. И эти. В процессе, когда они росли, я еще их подкармливал обычной виноградной улиткой. – Угу. – Которую? – Да. – Весной после дождя. – Весной после дождя. – Живую? – Живую. – А ванцирь? – Почистил. – А, почистил. – А, почистил. – Промыл. – Ну, это очень геморройное дело. – Угу. – Это если совсем делать нечего. – Больше такого делать не надо. – По безнадёге? – Да. – Нет, это просто был интересный эксперимент. – Не, делать это по безнадёге только… – А, ну это да. Просто ее, она вот слизь, ее долго промывать. Это пока ее всю почистишь. – Угу. – Но монах на ней прям рос на глазах. – Вот это да. – Я кидал сначала улитку. – Угу. 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 питание белка, почему итальянцы или французы, великая это высокая кухня, они же эту же виноградную элитку едят. Мяса нет у них, поэтому едят элитки. Вот что касается кормов. А сколько денег обходится, во сколько обходится в месяц питание вот этих рыбок? Ну, прям так, чтобы считать, подсчитывать, я не задавался этим вопросом. Ну, примерно, на скидку. На скидку, ну, не больше 100 гривен в месяц. Не больше 100 гривен. Как бы по нынешним деньгам, по нынешним ценам. Да, если бы я кормил профессиональными дорогими кормами, то, конечно-то, там ценник бы зашкаливал бы порядок выше. А поскольку, вот в чем плюс, пошел в обычном магазине, купил мороженое салаки, креветки, распределил. Вот эту порцию, которую даю, это тоже я как бы выработал уже пробами. Кидаешь меньше, они голодные. Кидаешь больше, оно потом валяется. Ну да. Эту же порцию, которую, да, я уже для себя как бы проработал. Вот они ее там съедают буквально там, грубо говоря, за пять минут. И все. Никаких остатков нет. И рыба довольная. Ну, отлично. Сейчас покажу корма, которыми я пользуюсь, в принципе, все. Ничего военного, все. Обычно для более мелкой рыбки есть такой мотылек, артемия, заморозка бердянская. Там еще у меня есть мотыль такой. Фирма, в принципе, не важна. Оно плюс-минус всех одинаково. Так, для более крупной рыбы. Я беру для данного населения, вот, раз в кормежке у меня получается четыре вот таких свежемороженых салаки. И плюс-минус на глаз. Ну, креветочка, да? Креветочка там. Ну, плюс-минус. Да-да-да. Грамма я не высчитываю. Понятно. Ну, вот. Сколько это примерно размораживается? Я сейчас его залью и буквально там пять минут оно будет готово. Ну, вообще ничего военного, все просто. В зал положил, залил водичкой. Оно размерзает. А с креветочкой есть один маленький лайфхак. Ну, я не очень люблю это слово, но, скажем так, да. У креветки есть острые носики. Да. Кто знает, кто ел, там, я думаю, все ели. У них есть острые носики. Чем крупнее креветка, тем этот носик острей. Ага. И эти носики нужно отрезать. Это делается для того, чтобы если рыба ее глотнула, она не поранила себе внутренние органы, в частности, плавательный этот воздушный пузырь. Угу. Полезный совет. Такие ситуации я слышал было очень много. И креветку беру просто отрезаю носик и напополам. Вот мороженое креветка сразу, да? Да. Носик и вторым действием пополам. А потом заливаешь водичкой? Да. Потом я режу рыбу кусочками. Там плюс-минус около сантиметра, там, толщиной кусочек. И все вместе это промываю. Потом оно стоит минут, там, десять-двадцать. Угу. Потом еще раз промываю. И потом уже даю подрывкам, да. Ну, все делаешь ножницами? Да. Обычными кухонными ножницами. Они, видите, уже прошли Крым и Рын. Ага. И как бы, да. Все никак. Ну, работают. Работают. Свою функцию выполняют. Это же самое главное. Ладно бы приходилось пилять, это другое дело. Вот. По поводу креветки, вот, там, мне некоторые мои знакомые задавали вопрос, а почему креветка? Это же, типа, дорого. Ну, на данный момент вот эта креветка стоит, там, в районе 100-120 гривен. Килограмм. Килограмм. Килограмм мне, с моим населением, хватает, ну, очень намного. Скажем так, на год точно хватает. Выделить 100 гривен в год, ну, не такие-то большие деньги. Для чего креветка, особенно когда рыба молодая, ну, как меня учили, на креветке рыба хорошо растет. Плюс, за счет ее, вот, этих всех полезных элементов, придается рыбе еще окрас. Хитин, да? Вот это, да. Вот. Креветочку почистил, полоснул. За это время салака растаяла не до конца. Когда она слегка подмороженная, она хорошо режется. Отрезаем головки. Головки у нас есть кошечка. Вот. А салаку, ну, плюс-минус, там, вот такими кусочками. Кромсаю. Хвосты тоже кидаю. Хвосты рыба ест. В природе же рыба ест со хвостами. Ну, из головой же, или нет? Ну, из головой, у нас же, кошки-то, да. Кошка голодная останется, да? Ну, не голодная, но... Ну, надо о ней тоже подумать. Не оставлять питомца без такой сладости, можно сказать. Тем более, как бы-то так... Не основной корм, а как подкормка для нее, поэтому... Салаку кидаю с кишками, с икрой, с молокой. Ну, все как в природе. Ничего там, не чищу, не это. Вот. Ну, нарубал под проточной водой, промыл. Да, вообще, это быстро так получается. В этом плане, как бы, это очень быстрый. Наливаю водички. Все. Поставил. Сейчас лишние жиры и лишняя там муть с нее выйдет. Промоем еще раз. Перед употреблением. И можно кормить. Да, и можно кормить. Ну, это, в принципе, недолго это. Ну, пока я утром встаю, там, собираюсь. В общем, это все. Одно другому не мешает. Понятно. Совмещаешь. Да. Дима, скажи, пожалуйста, вот мы уже выяснили, что на кормежку у тебя уходит примерно 100 гривен, там, освещение 100 или 150 гривен. Какие еще расходы вообще? Во сколько обходится тебе этот аквариум с фетофильтром и с питомцами? Ну, как бы точную цифру сложно посчитать, да. Потому что если бы это просто был аквариум, это да. А также там стиралка, там, печка, там, все там. Да, там, наверное, сколько, да. Тут, ну, сложно сказать. Отдельно посчитай, да? Если грубо, суммарно, ну, скажем так, плюс-минус 500 гривен. Ну, на вскидку. Да, я понял. Ну, это просто для тех, кто захочет, например, такую аквариуму, чтобы они понимали, во сколько им обойдется содержание. Опять же, смотря, ну, все индивидуально. Если кормить профессиональными кормами, это намного дороже. Если без фетофильтра, это дешевле. Если с фетофильтром, какое освещение? Это растягивается, это сумма, ну, поэтому трудно сказать. Ну, и опять же, да, вот ты когда там болеешь чем-то, в переносном смысле, чем-то фанатеешь, скажем так. Ну, считать, если ты будешь все считать, ну, оно мне приносит удовольствие. А ты кайфуешь от этого? Помимо эстетического, да, вот, как приходят гости, там, ну, согласитесь, не в каждом доме есть аквариум. Конечно, далеко не в каждом. И в среднем какие аквариумы, там, 100-200 литров. Это, ну, это средний объем. И когда приходят гости, конечно, там, эффект, особенно кто первый раз, там, вау, нифига себе, а посмотри, а как, а шо, то ты такой стоишь, и такой, такой, у тебя там гордость такая. Ну, и так, да, вот, у меня там ребенок растет, там, она там прибегает, смотрит, там, рыбка, там, покормить. Как бы дети к этому, ну, прививаешь любовь какую-то к животным. И, ну, человек должен чем-то, иначе они потом начинают заниматься какой-то фигней. Не будем перечислять, какой. Должно у человека быть какое-то хобби. Но кто-то там гоняет на мотоциклах, кто-то там занимается оффроудом. Однозначно. Это там совсем другие цифры, рядом не стоят наши аквариумы. Поэтому, как бы, ну, я считаю, это разумные деньги, там. Для своего хобби, отдушина такая. Опять же, в эту сумму мы же не закладываем бюджет того, чтобы его купить, поставить. Ну, конечно. И не закладываем в эту сумму, там, какие-то, ну, те же поломки оборудования, там, те же, там, какие-то, там, ну, там, раз, два, три, пять лет, там, поменять обогреватель или помпу, или еще что-то. Это вот текущее, там, ну, грубо говоря, там, 300-500 гривен, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Ты все правильно вот сказал, что у многих на другие хобби не очень полезные, уходит куда больше денег. А тут, ну, вот, видишь, ты рационально все привел к тому, что и это не накладно для твоего бюджета, то есть ты не используешь, там, супер, мега, там, какие-то дорогие корма, там, ну, то есть у тебя тут... И, ну, все вот бюджетно, компактно и все в то же время классно все выглядит, все рыбы не дохлая, не затянутая, растения выглядят отлично. То есть, ну, ты такой баланс поймал, что это и эстетично, красиво, и в то же время это не так уж и дорого тебе вот все это обходится. Ну, и плюс это, как бы, знаешь, в общем интерьере дизайн. Это вообще, ребят, ну, вот, вы же видите, как, насколько это вообще классно смотрится. Когда-то у меня была такая, вот, как осенняя, типа, депрессия, да, у меня там были небольшие, там, сложности, там, с работой, типа, так, знаете, как, я думаю, всех бывает, вот, поднадоело, там, что-то там забил. Я такой смотрю и думаю, вот, что в этот угол поставить, если убрать аквариум? Смотрел, чтобы оно еще и радовало. Смотрел, смотрел, отсюда только поставишь шкаф, который забьешь шмотками, и все. Который не будет приносить удовольствия, вот, как эти рыбки. А тут даже вот просто закатил рукава, там, какую-то корягу подвинул, камушек, где-то что-то поправил, где-то, оп, там, смотришь, уже время пролетело. Ну, так это в удовольствии, это все покайфу. И от этого, да, вот, я еще кайфую от этого. А что бы ты еще хотел рассказать об этом аквариуме людям? Может, какие-то советы дашь, на что обратите внимание, может, там, что-то скажешь? Вот, ребят, не повторяйте вот мои ошибки, те-то, те-то, те-то. Может, такие есть какие-то рекомендации. Ну, понимаю, что рекомендации. И все равно ты советуешь, набейте свои шишки, попробуйте. Не, ну, знаешь, как умные люди, учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Но бывают такие ошибки, которые если ты сам не сделаешь, то ты не поймешь этого. То есть, какие-то этапы нужно пройти самому. Согласен полностью. Точно так же есть вторая пословица, что, обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт. Да, в этом я прав сто процентов. Советы какие? Элементарные советы. Вот в интернете, там, в различных группах, там, ну, в соцсетях, в частности, вот там люди выставляют мой аквариум, там, мои, там, рыбки, мои, там, цихлитки. И ты смотришь этот маленький аквариум, там, 50-100 литров, а в него напихали и подростков астронотусов, и африканских цихлит, которые разное кормление, разный темперамент. И вот этих гло, которые я лично, глошки, вот эти я терпеть их не могу. Я и при ихнем виде, меня... Выворачиваю. Ну, и я бы придушил бы того, кто это придумал. Но это дело вкуса. Да. Дело вкуса. Ну, просто, когда делает вот этот компот, а ты потом человеку говоришь, у тебя компот, у тебя там... Люди обижаются. Расстраиваются. Да. Понимаешь, человек, не сразу все не стали аквариумистами, сразу никто не стал в этом разбираться. Но прежде чем такое делать, просто элементарно, откройте книжку, откройте интернет, почитайте. Просто даже. Не пихайте туда всякие замки, всякие там, какие-то, как в советские времена, водолазы, там. Разгрузите аквариум. А куда же без поломанки этого корабля там затонуть? Ну, это уже, если уже сильно хочется. Череп там какой-нибудь. Ну, череп, допустим, к хищникам я бы положил череп, но искусственный. Потому что... Козы? Ну, не знаю, козы, не козы. Ну, может быть, какой-то положил. К хищникам бы оно более подошло, да? По поводу, как ты говоришь, корабль, его можно обыграть, как сделать, псевдоморе, если уже сильно хочется положить. Но обыграть красиво. Искусственные кораллы там, африканские цихлиды, они хоть и не морские рыбы, но можно обыграть, красиво сделать. А когда тупо пихают, тут часто попадается мне в интернете вопрос, вот у меня там не растет там то-то, то-то растение, там рыбу уничтожают. Так вы посадили растение, вы там пытаетесь что-то. И в то же время вы посадили туда травоядных, тех же африканцев, которые съедают подчистую, они только криптокарину, по-моему, не трогают. Не нравится на вкус. Ну, он там то ли какая-то горьковатая, то ли. И человек пытается, человек там что-то, а просто элементарно материальную часть какую-то там прочитать, это же не так много. Если ты там, тебе лень читать, спроси, спроси, сейчас куча видео. YouTube вообще, вот кто придумал YouTube, я бы пожал руку и сказал, чувак, большое тебе спасибо. Потому что я, допустим, в YouTube смотрю там много моментов по машине, какие-то там моменты при ремонте я смотрел, или я там что-то не знаю, как поменять темп стиралки, например. Все, в YouTube есть все. Это же... Да, согласен. А когда, опять же, это даже не так это финансово, как вот ты накупил этой рыбой, она там у тебя передохла, там что-то не пошло, это расстройство, это та же животина там, ну, просто не надо спешить, не надо пихать все и сразу, как бы без фанатизма. Я думаю, что после выхода видео, ну, в любом случае, во время просмотра видео, у многих возник вопрос, а можно ли к тебе обратиться за советом? Ребят, скажу сразу, я не профессионал. Я не считаю себя гуру аквариумистике, там, или давать какие-то советы. И скажу сразу, если я, допустим, не отвечу, чтобы не было обид, или что, я в последнее время очень часто езжу в командировке. И просто, может быть, ну, банальная нехватка времени. Вы задавайте вопросы дяде Васе, на которые они взятят ответы. А там кто-то-то ответит. Я думаю, что да, друзья. Если вы напишите свой вопрос в комментариях под видео, ну, пусть я там не знаю ответа, там, может, по какой-то большой рыбе, да, там, возможно, там какие-то нюансы. Ну, либо вот сам Дмитрий зайдет, ответит, либо, может, те люди, которые знают, они прочитают, подскажут, ну, что-то. Ну, отдельный совет какой-то дают. Корм мы подготовили, да? Да. Теперь можно и покормить. Да, что, обещанная кормежка. Так. Подключаем фильтрацию. Кнопочка, да? Да. О, слышно сразу там. А тишина-то какая сразу? Пошел процесс. Сливание? Сейчас, да, водичка уйдет. Уровень станет. И, видишь, бражник выплыл. Да, кушать он все-таки любит, да? Да, кушает парень тоже хорошо. Педит у него. Вот, несмотря на то, что рыба такая крупная, в таком количестве, ну, я не скажу, что большая, да, ну, совсем-совсем они так, это, скромненько кушают. Чуть-чуть рыбки, чуть-чуть креветочки. Они так скромняшки. Они держат себя в форме. Или ты им помогаешь? Да нет, ну, как бы, я же тебе говорю. Пока они росли, я их кормил усиленно. Когда они уже доросли до своего, как бы, ну, скажем так, стандарта, да? То есть, ну, по советам более опытных людей, чтобы не было у них проблем, там, с желудками, там, не было ожирения. Просто, как бы, допустим, я знаю людей, которые кормят, там, вообще, два раза в неделю. Угу. Ну, там и рыба крупней. Угу. То, опять же, я же методом проб к этому пришел. Ну, да, да, чтоб и лишний корм потом не валялся. Вот я вот хочу, чтобы вышла. Ты всегда на вот такой стук зовешь. Да, вот у меня с детства, меня так, не знаю, не помню, может, отец так делал, может, сам придумал. Вот, постучал, и вот они готовы. У тебя в детстве тоже был аквариум? Да, у меня в детстве, наверное, я еще как только-только в школу пошел. С губиками. Ты знаешь, вот помню, мячики были, помню, золотушка была, а вот губиков, честно, не помню. Первый аквариум подарила мне бабушка. У меня есть фотография. Нет, вот именно самого-самого первого нет, но я точно помню, он был то ли там какой-то подтекший он был, то ли она хоть, ну, она не знала этого, это же еще какие-то времена, это еще, наверное, советские времена. И, то есть, отец мне сразу купил другой, чуть побольше. Они были металлокаркасы, с замазкой, или уже были на силиконе? С силикона туда еще не было, но, по крайней мере, у нас. Это было что-то похожее на замазку, и был там каркас, как с нержавейки. После него потом был другой аквариум, там уже делался под заказ с уголка тоже. Ну, если фотографии остались, я тебе дам приоритет. Я приложу, обязательно, да. Ну что, ребята уже как бы готовы, да? Готовы. А вы готовы? По-любому они готовы. Ну, вот, смотрите, вот так вот кушают хищники. Вау! Воу, вообще! Посмотрите, какая красотень! Вот эта кормежка! Пошла жара всех похомячить, похомячить. Давайте я вам поближе покажу, как они... Ну, вот сразу видно, как фильтрация отключена, уже корм разлетается. Смотрите, и таркатом и себе он находят на эти еды, и другие рыбки. Смотрите, это чешую, ну, не чешую, а кожицу, да, как она там правильно называется, тоже таскает, хвостик он, вижу, валяется. Сколько вот, насколько ты отключаешь фильтр, и как долго оно стоит? Фильтр? Ну, вот, смотри, я смотрю, вот они доели, там, ну, плюс-минус пять минут, да, и практически сразу включаю, ну, грубо говоря, 10 минут максимум, и то это, как бы, не критично, они поели, и то есть, как бы, конкретного, точного времени нет. Как только подобрали, как только это, включаю фильтрацию, и вот эта взвесь, которая осталась, там, в течение получаса, вода кристально чистая. А вообще не было, никогда не забывал включить фильтр? Один раз было, спешил на работу, благо, жена была дома, позвонил жене, она включила, включила, и все в порядке. А вот такие там фишки с таймером, когда просто там, типа, кнопочка, выключил на 10 минут, он там сработал, потом обратно включился. У тебя таких устройств нету, да? Это я понял, о чем ты говоришь, это помпы течения, которые, ну, типа, как профессиональные, во-первых, у меня такого нет, во-вторых, ты видишь, у меня, как бы, все запитано на одно. Да, я просто встречал это в одном аквариуме, это сался, да. Ну, это эти, помпы течения, как они там, джибао или какие, да, у них есть такая функция, ну, поскольку у меня стоят простые помпы, и плюс для внешника вот эти включения-выключения частые не рекомендуются, отключения. ну, не знаю, я вот, сколько лет, и отключения там на 10-15 минут, я, в принципе, я-то нахожусь рядом, это очень редко, вот, бывает. А вот, когда у тебя был двухсотник, ты там тоже выключал фильтрацию, в момент кормежки. В момент кормежки отключал, да? Ну, чтобы потоком не сбивало, ту же артемию, ту же там. я просто почему спрашиваю, я не отключаю никогда фильтрацию, и поэтому мне стало интересно. Ну, смотри, если бы я не выключил, нет, здесь понятно, тут кормная рыба. Она бы все прибила, все бы сразу пошло туда. Да, 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 мне просто вот, в двухсотнике твоем когда... Я тоже выключал, потому что, ну, чтобы корм не расплывался, чтобы, опять же, разная рыба, разные корма, смотря, куда настроен выхлоп воды в какую сторону. Ну, это тоже индивидуально. Ну, я как бы выключаю, рыба спокойно себе поела, и все. Ребята, а вы выключаете фильтрацию у вас в аквариуме? Если да, то напишите, пожалуйста, какая у вас рыба? И вообще, ну, может у вас большая рыба, и вы не выключаете. Ну, напишите, что у вас происходит в аквариуме, и как часто было то, что вы забывали ее включить, вот видите, Дима всего один раз, это у него было, и то. Благо спасла жена, а так он себе уже там четкую программу заложил, что надо все включать, покормил, включил, пошел на работу. Смотрите, хометит, хометит, все. Корма уже почти не осталось, если там пару кусочков, они сейчас его подберут, в принципе, уже можно включать фильтрацию. Сейчас все это будет собираться, да? Да, сейчас оно все заработает, пойдет поток, в течение получаса водичка отфильтруется. Да, они остатки сейчас пособирают. Да, они сейчас их быстро пособирают. Тут ничего, не залеживается, нету каких-либо там закисаний, гниений. Но ты держал уже разную рыбку, нет ли желания вернуться к какой-то, какую-то еще подержать, там, которая была, и она чем-то тебя там ну очень так купила, так скажем. Ну, чего-то нового, наверное, вряд ли. Ну, понятно, а гло ты не хочешь такое там. А вот, допустим, если бы не хищники, то 99% это геофагусы, вот мне нравятся скалярии, рио, нанай, альтумы, конечно, но альтумы очень дорогие и они более, как бы, трепетные, там, параметры воды, как пишет литература и более знающие люди. А рио, нанай, она чуть попроще. Ну, скорее всего, это геофагус и рио, нанай с какой-то там хороцинкой, там, как бы, разбавки. плюс, какие-то, еще анубиусы для... А потом такой плавно перешел в травник. Нет, травник, Вася, это, скорее всего, это не мое. Ну, травник, где-то, наверное, где-то там литров 30-50, где-то в офисе такой живой уголок, красиво. Для домашнего условия вот травник. Ну, да, где-то стена такая. ну, травники надо быть, наверное, любить, надо, ну, как бы, это должно... Тебя это не сильно цепляет? Да, Если бы я и поставил бы, может быть, какой-то там 100-литровый на кухне, чисто как, пока ты там принимаешь эти все дела, то, чисто как бы, для картинки. А так, нет, травник однозначно нет. Ну, скорее всего, это просто не мое. А как ты относишься к морским аквариумам? Есть ли желание попробовать? Ты знаешь, видел я морские аквариумы и у людей дома, и на выставках, не в Харькове, в других городах. Ну, Не цепляет? Не цепляет. Во-первых, во-первых, да, это, наверное, в самую первую очередь, это очень дорого. Это в разы дороже, чем пресноводные аквариумы. Во-вторых, у нас, ну, может, я не вникал, но мне кажется, у нас мало специализированных мест. В-третьих, разнообразие, наверное, то, что там краски ярче, да, но сколько всего надо для того, чтобы это все существовало, чтобы эти краски стеряли, кусочки я вам там вроде успел показать. так что, скорее всего, я бы, даже если бы у меня, наверное, была в финансовом плане возможность, я бы лучше поставил больше аквариум пресноводный, чем небольшой морской. Это надо тоже любить, это надо быть моряком. как-то так. Я понял. А вот в плане, вот если бы ты там говоришь, что интересно было бы тебе там скаляри, геофагус, как ты вообще к разведению их относишься или ну, такое? К разведению, ну... Интересно тебе такие моменты попробовать разводить там? Опять же, там время, это место. В наших квартирах не всегда есть место, где поставить блин, лишний не знаю, там, табурет. Ну, вот, это если жить в частном секторе, но опять же, время, это рынок сбыта. Развести, ладно, вот у меня были в этом аквариуме, кстати, у меня были радужные циклозомы, где-то есть у меня там пару фотографий приложишь. И у меня в этом аквариуме поплыл малек, как ни странно. Его никто не съел, родители защищали. Я их всех отсадил и поднял, вырастил сантиметров до пяти, до шести. Нормально. Было их около ста восьмидесяти штук. Я еле-еле нашел место, куда их определить. Чисто за символическую сумму разводчику, который занимается. Да, может, это то, что я неопытный, как бы у меня нет клиентской базы, но еще бы чуть-чуть, и они просто пошли бы, на тот момент астрики росли, они бы пошли бы на корм астрикам и монагам, потому что куда их девать. А так как сейчас все знают, у нас, да не только у нас в мире творится, то вот эти все хобби, домашние животные отошли даже уже не на второй план. Это сейчас все в упадке. Поэтому чисто так ради интереса для себя попробовать, попробовал бы. А заниматься профессионально, ну, я думаю, вот с нуля начинать не даст это сейчас эти плоды, которые можно было заработать раньше там, и это нужна клиентская база. Сейчас тебя раз, он начинает писать, Дима, давай не рыбу, давай разводи. Нет. Не, не согласились. Ну, там и нужно много чего знать. Ну, этим опытом не каждый разводчик с тобой поделится. По-любому. Да, пускай это будет лучше хобби. Хотя, как говорится, найди себе хобби, которое будет тебе приносить доход, и ты ни дня в жизни не будешь работать. но не все так просто. Согласен. Есть специально обученные люди, которые этим занимаются. Пускай каждый должен заниматься своим делом. Согласен. В моем случае проще пойти купить и или потом продать. И все, чем морочить голову. Ну, это мое мнение, как каждый поступает так, как ему удобно, как им хочется. Поэтому, если кто-то хочет, я ни в коем случае не отговариваю. Берите, пробуйте, учитесь. Гляди, что у кого-то пойдет, получится. Только респект таким людям. Согласен. вот, друзья, подошло наше видео к концу. Дима рассказал подробненько, видите, про свой аквариум. Мы посмотрели кормление. Я думаю, если остались какие-то вопросы, хотя вроде бы все разжевали, все рассказали и показали, то пишите, конечно, о них в комментариях под видео, также поддержите видосик лайком. Если не сложно, по-дружески поделитесь этим видео с своими друзьями, знакомыми. Возможно, это кому-то будет очень полезно из вашего круга знакомых. Можете также по группам раскидать, если будет не сложно, либо на своей соц. странице ВКонтакте, Фейсбуке. это поможет продвижению видео и будет способствовать развитию канала. Также, если есть желание, можете поддерживать донатами канала. Чем будет естественно и больше, тем будут чаще ездить в гости в разные страны и города. Ну, вроде бы, все озвучил, все сказал. Желаю вам всех благ, успехов, спасибо Диме за то, что показал аквариум. Если будет очень много вопросов, возможно, вернемся и посмотрим на этот аквариум, снова и озвучим ваши вопросы. Ну, до новых встреч, на новых видео. Всем удачи, любите свое хобби и все будет хорошо. Всем добра, мира.